Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с весной духовной, с тем, что наступил Великий Пост. Время, в это время, простите за тавтологию, замедляется. В этот период времени все становится как будто замершим, как будто бы вызревает для того, чтобы распуститься на Пасху. Мы с вами зреем, как люди, зреют наши новые отношения, которые начались с Прощенного Воскресения, вызревают и качественно становятся иными, преображаются наши отношения с Богом. Есть несколько слов в греческом, в еврейском языке, которые эту перемену характеризуют и описывают. Например, греческое слово «метаноя», то, которое у нас переведено словом «покаяние». Есть еврейское слово «шува», которое переводится дословно как «резкий коренной разворот на 180 градусов». То, что должно с нами произойти Великим Постом. В прошлый вторник, анонсируя семинар, просветительский семинар, посвященный наследию митрополита Антония Сурожского, мы одновременно анонсировали цикл нескольких наших встреч, посвященных текстам этого удивительного, нашего фактически современника, который мог бы жить и сейчас среди нас, миссионер, проповедник, богослов, большая умница и тонкая душевная организация христианин. Мы говорим о его текстах и сквозь его тексты, сквозь призму его текстов о таких важных фундаментальных вещах, как молитва, покаяние этим Великим Постом. Говорим с нашим гостем, клириком Петропавловского собора, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте. Здравствуйте. Договорились мы, что сегодня на первой неделе поста, когда, ну вот, первая неделя и старостная неделя, это неделя особо интенсивной молитвы, удлиняются богослужения, они становятся тягучими, фактически как ртуть, да, то есть они идут неспешно, идут при полном выключенном свете зачастую, и в большинстве своем это чтения ветхозаветные, это чтения, мы словно бы сами откатываемся в эпоху Ветхого Завета и становимся в то время, которое ожидали, в то время ожидания прихода в мир Христа. Вот сегодня мы договорились с вами поговорить о молитве. Чтобы нам оттолкнуться от чего-то, давайте, может быть, вот из того списка, который мы составляли в прошлый раз, списка цитат митрополита Антония, выберем, на ваш взгляд, самую яркую, говорящую о молитве. Что есть молитва? Мы так хорошо беседовали в прошлый раз о встрече, и мне кажется, что для владыки Антония молитва как раз это то, что вытекает уже из встречи, и в первую очередь, конечно, встреча с Богом. Так же, как на человеческом уровне, диалог — это не просто когда мы что-то друг другу говорим, а когда мы слышим, слушаем, и он тоже вытекает из встречи, когда мы увидели друг друга в неком божественном свете, в неком такой глубине друг друга. И вот как я это увидел и чувствую у владыки, что для него тоже молитва — это не просто некий текст, далеко не текст. И чтобы у наших телезрителей как-то создалось впечатление, что такое подлинная молитва, я хотел бы небольшую цитату зачитать. Молиться никто не может нам мешать, потому что молитва — это внутреннее состояние, это наше общение с Богом. Можно без единого движения губ, без единого тела движения, без единого слова, без единого звука постоянно предстоять Богу в молитве. Сейчас ты такое слышишь от прихожан, от людей, интересующихся верой, что нет времени молиться. На самом деле это не так, дорогие телезрители. Молитва — это то внутреннее состояние, когда ты предстоишь пред Богом, где бы ты ни был, на работе, с детьми, варишь ты обед или кушаешь. И это на самом деле очень окрыляет, потому что Бог всегда на самом деле с нами и любит нас. И вот когда мы эту волну улавливаем и можем открыться Богу, и эта встреча происходит, тогда молитва лишается каких-то своих формальных признаков. То есть вот каких-то текстов, они тоже важны. Современник наш, протерей Павел Великанов, мне понравилось, как он сказал, что молитва ежедневная, правила наши, это как гамма, которую мы должны играть, чтобы быть в состоянии сыграть более сложные произведения. Да, даже профессиональные пианисты, они вынуждены играть какие-то простые вещи, может быть, в более быстром даже... Разогревать руки. Да, для того, чтобы сыграть какое-то сложное произведение. Интересно. И вот в этом разрезе, конечно... Ну вот в этой цитате, в этой цитате мы видим несколько аспектов, на мой взгляд, которые следует обсудить. Во-первых, речь идет о молчании. Тоже одно из фундаментальных таких действий, что ли, практик для митрополита Антони. Мы знаем, что Великим постом со своей общиной в Лондоне он устраивал говение. Как правило, это было 90-минутное такое общение, где 45 минут он о чем-то говорил, задавал какой-то тон, как камертоном. А потом 45 минут, только вдуматься надо для наших телезрителей, для современного человека, 45 минут, они просто находились в молчании. Есть замечательное интервью отца Михаила Фортуната. Это регент в Лондонском соборе, где служил владыка Антоний, который говорит, вспоминал о том, как владыка его чему-то как священника обучал. Он говорит, когда начинались эти говения, вот посмотри, кто сейчас находится в пространстве общения с Богом, кто находится сейчас в пространстве молитвы. Только вот человек сел, надо начать молчать, начал ерзать, начал где-то что-то там чесаться, начал смотреть по сторонам, начал чесать бороду, смотреть в потолок, он находится не в молитве. И вот эта вот тишина и молчание для владыки являются фундаментальным пространством моления к вопросу о том, что очень многие жалуются, что у них молиться не получается. Не получается именно потому, что нет какой-то внутренней тишины, нет какого-то внутреннего молчания. Но мне еще вот кажется, что в этом удивительно точной, краткой цитате, что нам никто не может помешать молиться, что нас ничто не может отвлечь от молитвы, если мы всецело сконцентрированы на Боге. Подводит нас к тому, что молитва вообще, если сравнивать духовную жизнь со строительством дома, что это определенная крыша, которой как бы увенчивается дом, с которой не начинается строительство дома. Для начала должен быть некий фундамент, должны быть выстроены кирпичи, стены и так далее. И вот тогда кладется сверху эта крыша, эта молитва. Недаром греки, когда друг друга приветствуют, они спрашивают не как дела, а как молитва. Потому что молитва становится индикатором твоего вообще жизненного состояния, пространства и так далее. Если ты уныл, то и молитва, соответственно, такая же. Если колеблются основания твоего дома, фундамента, то не может это не отражаться на крыше, которая тоже косит, начинает протекать, она начинает дырявиться. В связи с этим, отец Николай, у меня к вам вопрос. Как вам кажется, на каких опорах, каков фундамент, как он выстраивается, фундамент духовной жизни? То есть вот о встрече мы уже сказали. А как дойти вот до этой молитвы постоянного присутствия, как то, о чем вы, прекрасно сейчас обратившись к слушателям, отметили, что можно быть в пространстве молитвы. И когда готовишь обед, и когда ведешь автомобиль, и когда идешь по улице, и когда, не знаю, там, забираешь детей из садика, ты можешь все это делать в пространстве молитвы. — Это очень долгий путь. Я сам еще в самом начале пути, поэтому тут, конечно, Владык Антоний бы лучше нам рассказал. Я думаю, что он достаточно длинный отрезок этого пути прошел, но это просто фундамент, конечно, веры, сам Христос. Потому что без веры ты этот путь не начнешь. И вот он фундамент, который держит на себе все. А дальше, конечно, это уже опыт личного молчания, общения и вообще желание быть со Христом, желание быть как Христос, желание впустить его в свою жизнь, открыть ему свое сердце и желание, чтобы он там что-то поменял, чтобы он там был господином в тебе, внутри тебя. Это, конечно, такой головокружительный поступок в том плане, что ты в страхе потерять свою идентичность. А кто ты такой, если все будет в тебе только Христос? И, кстати, общаясь с людьми невоцерковленными, это один из критериев, которые они высказывают из своих страхов. Почему они не в церкви? Мы люди, конечно, верующие, но не фанатики. То есть вот эта предельная готовность быть со Христом всем, это в глазах людей некий фанатизм, потому что они за ним не видят, что дальше. То есть если я себя потеряю, кому от этого будет? Но в этом-то как раз и радость веры, что теряя себя, как бы отдавая себя, ты себя настоящего-то и получаешь, встречаешь. Ну, мне кажется, в этом здесь вот уже в таком замечании есть аномалия, системный сбой. Такой лак компьютерный, компьютерным языком, если выражаться, да, что никто не говорит ведь о том, что нужно себя стереть и потерять. Просто вопрос весь в том, что Христос явил некий совершенный образ, образ совершенного человека. Был такой замечательный кинорежиссер, Йорган Лед. У него 10-минутная короткометражка есть замечательная. Она так и называлась «Совершенный человек», где он просто показывает крупными планами человека, ну, когда он чем-то занят, что-то делает. Вот совершенный человек, у него совершенный нос, у него совершенные уши. Не в том смысле, что они, как это делали нацисты, да, там, измеряли логарифмически. Нет, просто насколько чудесна эта форма уха. То есть он заставлял просто взять и посмотреть на человека в его божественном замысле, в божественной красоте. И когда мы говорим о том, что должен жить уже не я, но должен жить во мне Христос, о чем говорит апостол Павел, то в первую очередь он же сам себя и уточняет в другом послании, что нам нужно научиться жить теми же чувствами, что и Христос. Вот для тех людей, которые там в сомнении, может быть, томятся на церковном пороге, речь идет не о уничтожении собственной идентичности, а речь идет о том, что все то, чем ты обладаешь, зрение, слух, обоняние, осязание, это все может стать зрением Христовым, обонянием Христовым, слухом Христовым и так далее. Но все равно через некую потерю. Что-то мне придется оставить за бортом. Ну, в этом смысле любое наше преображение. Пристрастие к еде там какой-то определенной. Любое преображение тогда это потеря. Змея, когда она растет, она сбрасывает кожу, безусловно. Я вот цитату, пока вы говорили, о Владыке Антоне нашел, который я хотел бы, чтобы вы тоже дали комментарий. «Мы не тем спасены, что трудимся и достигаем каких-то результатов. Мы спасаемся той тоской души, которая нас влечет к живому Богу, той любовью, которая нас влечет ко Христу. И даже когда мы срываемся, так же, как, впрочем, и в человеческих отношениях, мы не должны забывать, что, как апостол Петр ответил после троекратной измены на троекратный вопрос Спасителя Христа «Любишь ли мя», мы можем сказать «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь и немощь, и падение, и колебания, и неверность мою, но Ты тоже знаешь, что я Тебя люблю, что это последнее, самое глубинное, что есть во мне». Вот, мне кажется, это прекрасная цитата, иллюстрирующая то, о чем сказали вы, вот, про фундамент, да, про то, что мы в первую очередь должны быть сориентированы на это. Но ведь должны быть еще и стены, что еще, вот, вот, фундамент хорошо, какие еще надстройки, как вам кажется, в духовной жизни имеют важную роль? Вот, чтобы молитва, как крыша, я опять же поясню, что мы говорим сейчас о молитве, да, чтобы она на эти стены легла. Мне сейчас трудно сказать бы это. Ну, можно попробовать поразмышлять, порассуждать. Это все как-то, вот, пока для меня в данный момент может быть нерасчленимо, только лишь потому, что как-то это все органично. Может, у меня не дом пока, а пещера какая-то строится, там все вместе, и крыша, и стены. Но мне кажется, что вот этот фундамент доверия, и то, кстати, что я у владыки Антония, тоже меня очень сильно впечатлило в самом начале, когда я с ним узнакомился через его тексты, это его слова, его молитва, что, Господи, делай со мной, что хочешь, только сделай из меня человека. То есть в этом как раз для меня вот, ну, такая вот открытость. Пусть даже что-то потерять, что мне кажется важным. Это не, ну, для меня теперь это не важно, потому что для меня важнее то, что считает важным он. И это тоже в чем-то, наверное, встреча. И здесь уже на этом доверии все остальное вырастает. То есть, да, фундамент веры, а потом все остальное, и дела, и молитвы какие-то. И вот, кстати, я хотел бы тоже цитату привести, коль уж скоро мы говорим о молитве, то часто ведь встает вопрос, что есть определенные молитвенные правила. Утренние, вечерние молитвы, несколько канонов, правила к причастию. И человеку неподготовленному бывает тяжело все это осмыслить и пропустить через себя. Потому что каждый человек где-то интуитивно понимает, что от того, что он просто прочитает эти тексты, а может даже невнимательно, бегло прочитает, от этого, ну, толку не будет. И вот, смотрите, как поразительно владыка Антоний подводит, да, разогревает, может, этой молитвой свое сердце, чтобы приступить уже к молитвам, которые писали святые люди. Знаете, когда вы становитесь на молитву, не начинайте с вычитывания того, что святые до вас опытно знали. То есть все, что молитвы святых, это их опыт общения с Богом. Это нельзя просто взять и мне на душу приклеить и сказать, что это мой опыт теперь тоже. А вы лучше встаньте и скажите, Господи, как изумительно и дивно. Я ничто, а ты все. И я могу вот так встать перед тобой и знать, что ты тут со мной, что ты меня видишь, что ты меня слышишь, что я для тебя реален, что ты меня из небытия привел, что ты стал человеком ради меня, что ты умер за меня, что вот такова твоя любовь ко мне. И я могу спокойно перед тобой стоять и радоваться, радоваться этому. И знать, что более изумительно еще, что ты рад, что я к тебе пришел. И вот такие простые, на самом деле, мысли, казалось бы, которые как раз и погружают наш ум в ситуацию встречи. То есть вопрос, для чего я это делаю? Перед кем я сейчас стою? Что ему нужно от меня? Или ничего не нужно от меня? Вы знаете, вот эта цитата, она скорректировала, наверное, мое понимание. Ну или, по крайней мере, ту метафору с домом. Потому что, получается, из вот этого обращения, из такой открытости и разомкнутости навстречу Господу Богу, вырастает та самая вера в живого Бога и с Ним живые отношения, которые тут же являются фундаментом. Ну и сама молитва, да. То есть как бы все органично, мне кажется. И знаете, еще хотелось бы, я не знаю, сколько у нас осталось время, но есть очень важная мысль, которую я только недавно прочитал Владыке Антония. И она заключается... Это очень длинная цитата, я не буду ее всю цитировать. Но Владыка Антония говорит о том, что посмотрите, когда мы молимся за людей, которые нам очень дороги, которых мы любим. Например, там, не дай Бог, ребенок заболел, да? С какой напряженностью, с каким вниманием? Мы читаем сотни акафистов, мы ходим на все службы. Мы молимся прямо с предельной концентрацией. Но он спрашивает. Сердце открыто, и все наше существо собрано и сосредоточено в молитве. Значит ли это, что весь смысл этой молитвы, вся ее сила заключена во встрече с Богом? И отвечает на этот вопрос. Нет. Это значит только, что для тебя важен предмет твоей молитвы. Потому что когда после такой горячей, глубокой, напряженной молитвы о любимом человеке, или по поводу тревожных обстоятельств, мы переходим к следующей теме, которая нас не так глубоко затрагивает, то мы остываем. А что изменилось? Бог охладел или отошел в сторону? Нет. Это просто значит, что вдохновение и напряженность нашей молитвы родились не от Божьего присутствия, не от моей веры в Него, не от моей тоски по Богу, чуткости к Нему, а лишь от того, что мое сердце болеет о ком-то или о чем-то, но не о Боге. Как же тогда удивляться, что мы не ощущаем Божьего присутствия? Не Он отсутствует, а нас нет при такой встрече, в кавычках. Не Он, а наше сердце остывает, потому что Он для нас не так уж много значит. И вот в этом измерении молитва для нас становится чем-то другим. И вот здесь тоже отец Павел Великанов, которому уже в прошлой передаче я приводил, вот мне его мнение тоже очень близко и глубоко, он очень рассуждает. Так вот он говорит, что, рассуждая тоже о молитве, он говорит о том, что когда Бог... Вылетела цитата, к сожалению. Ну вот, может быть, я сейчас вернусь к этому, еще расскажу, но здесь именно вот, что отсутствует встреча, и молитва для нас часто не именно не встреча с Богом, не ситуация встречи с Богом, а ситуация какой-то экстренной помощи, когда нам что-то от него нужно. И вот здесь я вспомнил... Это сентиментальность? Нет, я вспомнил, отец Павел говорил, что... Когда признак зрелой молитвы в чем заключается? Что твое молитвенное правило не изменяется. То есть вот у тебя есть какое-то определенное молитвенное правило. Ты, например, утром читаешь молитву «Отче наш», и «Благородица, дева, радуйся», а вечером и какую-нибудь молитву излюбленную святого там. И вечером также три молитвы читаешь. Вот у тебя три молитвы утром, три молитвы вечером, и весь день посвящен предстоянию перед Богом, может быть, безмолвной молитве или Иисусовой молитве. И оно не меняется. Что-то случилось, заболел твой ребенок, там, катастрофа, ты помолился за какого-то человека. У тебя объем не меняется. Это вот для отца Павла Великанова это признак зрелой молитвы, что твои отношения с Богом зрелые. Тебе нету экстренного, то есть ты доверяешь настолько Богу, что тебе нет нужды что-то добавлять. И наоборот, человек не молится никак, человек не предстоит в течение дня перед Богом, он живет как сам по себе. И что-то случается, он читает 10 кофейн каждый день, 100 акафистов ездит к мощам, ко всем, каким только можно. Это признак того, что отношения человека с Богом незрелые. Их нет фактически. Потому что в отношениях мы не надеемся на объем. Когда у нас есть отношения, мы доверяем друг другу и знаем, что ты попросишь человека, и он тебя постарается не подвести. Не надо его несколько раз просить или какие-то реверансы дополнительные делать. Это признак зрелых каких-то доверительных отношений. В этом смысле уже много раз я цитировал и в каких-то беседах храмовых, и в проповедях, и здесь даже в передаче цитировал отца Алексея Уминского. Он замечательный комментарий давал на ту последнюю молитву, которую читал Христос, обращаясь к своему отцу в Гефсиманском саду, где он говорит, пусть они будут едины, как едины мы с тобой, ибо все твое мое, а все мое твое. И отец Алексей Уминский говорит, мы живем в состоянии, когда современному христианину все твое, Господи, не надо. Ты мне дай мое. На мое не посягай, и на мое руку не поднимай. А уж если вдруг в силу каких-то объективных обстоятельств мое начало страдать, так просто, ну, ты вот именно мое мне помоги сохранить. А вот все твое, вся твоя благодать, вся твоя любовь в полном объеме мне не нужно. Отец Николай, вот на сегодня подходит наша передача к концу, но на мой взгляд, вот говоря об объемности, вот этих трех векторов, о которых вы говорили в первой передаче, мне кажется, мы сумели, по крайней мере, сделать более выпуклой молитву, потому что зачастую, действительно, люди отбывают повинность с молитвословом в руках, стоя перед иконами, и люди очень часто, ну, искаженно понимают, и от того молитва становится им в тягость, от того молитва становится для них невероятным испытанием, на которое нужно себя пинками поднять, не знаю, там, со стула. На то, что это перестает быть встречей и общением. Да, то есть это какая-то такая ритуальная практика, за которой, к сожалению, ничего, просто пустота. И мне кажется, что неплохо, что мы первую неделю поста сориентировали людей на такую форму молитвы. Спасибо вам. Спасибо вам. Дорогие друзья, с вами мы прощаемся, до скорых встреч. Напомню, что в следующий вторник мы продолжим говорить о посте, о покаянии сквозь призму цитат митрополита Антония в нашей студии с отцом Николаем. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова